МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алла Александровна Наумчик – заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы. В 1981 году окончила Гомельский кооперативный институт Центра Союза. В 1990 – аспирантуру Львовского торгово-экономического института. Имеет степень кандидата экономических наук. Учёное звание – доцент. Трудовую деятельность начинала экономистом в Гомельском райпотребсоюзе. На протяжении 30 лет работала в Гомельском кооперативном институте, старшим преподавателем кафедры экономики торговли, заведующим кафедрой экономики и управления в агропромышленном комплексе, проректором по научной работе, первым проректором и ректором. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 27 и 28 созывов. Имеет государственные награды. Медаль за трудовое отличие. Юбилейные медали. 70 год вызволения Республики Беларусь от немецко-фашистских захопников. 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Вопросы Алле Наумчик вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправлять в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Алла Александровна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вчера вся страна внимательно следила за выступлением главы государства с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Алла Александровна, а вы были непосредственным участником этого события. Вы находились в зале. Поделитесь, пожалуйста, с нами своими впечатлениями. На самом деле ежегодное послание главы государства к белорусскому народу и парламенту определено Конституцией Республики Беларусь. И при всей своей предначертанности, при всем том регламенте, в рамках которого это послание обычно выполняется, каждый раз оно имеет свою определенную эмоциональную окраску. И поэтому, к сожалению, она не передается через телекамеру. Поэтому я уверена, что многие телезрители слушали и знакомы с содержанием, но в каждом послании год от года и форма, и содержание, и естественная эмоциональная окраска своя имеется. Особенностью этого послания является то, что оно было, наверное, одним из наиболее лаконичных. И президент Александр Григорьевич, начиная обращение свое к белорусскому народу и парламенту, сказал, что особенность его или лаконичность обусловлена тем, что, как сказал президент, я готовился к нему целый год. Целый год проведения очень серьезных мероприятий в республике. Это встречи с различными профессиональными группами, социальными, с тем, чтобы выявить конкретные проблемы, поговорить непосредственно с народом, посоветоваться о тех проблемах и задачах, которые надо решать в ближайшее время. К числу таких мероприятий следует отнести съезд. Второй съезд ученых республики Беларусь. Он состоялся в декабре 2017 года. Первый съезд был 10 лет тому назад. Естественно, понимаете, что за это время произошли определенные изменения и накопились не только достижения, но и проблемы в научной сфере. А вот они обсуждались, направления определялись. И была разработана концепция инновационного развития экономики до 2030 года. Далее это традиционный, но интересный по своему наполнению встреча с педагогическим активом. То есть обсуждались проблемы развития системы образования. Это недавний отчет правительства президенту, где отчет рассматривали по всем отраслям развития экономики. Определялись тенденции, которые наметились в последнее время и, естественно, ближайшие задачи, необходимые для решения. Это встреча с судьями Конституционного суда, ну и много других таких мероприятий. Поэтому конкретных каких-то точечных решений не определялось в послании. Были намечены стратегические и тактические пути развития экономики в ближайшее время, развития общества. Давайте на этом немножко более подробно остановимся. Какие именно экономические ориентиры для общества определил глава государства? Александр Григорьевич подчеркнул, что наметилась хорошая тенденция экономического роста. Очень важно ее сохранить и приумножить. Очень важно снизить риски инфляционных ожиданий. Он определил в качестве важнейших критериев оценки работы органов государственного управления на местах такие две задачи, как рост реальных доходов населения и создание новых рабочих мест. Это тоже очень значимые конкретные задачи. Он сказал о том, что надо, не снижая темпы развития и формирования экономического потенциала, внешнеэкономического потенциала крупных предприятий, акценты сделать на развитии малого и среднего предпринимательства. И свидетельство тому декрет о развитии предпринимательства, принятый президентом. И основные положения этого декрета обсуждались с Союзом предпринимателей. Это тоже знаковое событие прошлого года. Я думаю, что в конечном итоге то, как дальше будет развиваться страна, очень во многом зависит от каждого из нас, от того, насколько ответственно, насколько вкладываясь мы относимся к своему делу, к своей работе и к нашему общему дому, к населенным пунктам, тем городам, в которых мы живем. И об этом мы с вами сегодня, конечно же, поговорим. Ваши избиратели – это жители Гомельского части Добурского районов. Достаточно округ непростой, Гомельский сельский. Вам часто удается встречаться с людьми, которые там проживают, для того, чтобы их выслушать, помочь в решении их проблем? Ну, непростой округ в каком плане? В плане того, что это часть Гомельского и Добурский район, но мне кажется, что там такие замечательные, очень талантливые избиратели, очень активные. Они, может быть, приближены к городу Гомелю, к городской цивилизации, и, естественно, хотели бы такие же условия транспортного сообщения, как городе. Это понятно, конечно. Люди живут буквально в двух минутах от областного центра, и хотелось бы жить в таких же условиях, как и гомельчане. Но при этом есть проблемы и с водоснабжением, и с транспортом, и с дорогами. И вам удается вникнуть в ожидания людей? Какого будущего они хотели бы для своего района? Естественно, раз в месяц мы встречаемся, каждый месяц встречаемся, и у нас обязательная работа в округе. И это то время, когда мы проводим все депутаты, не только личные приемы граждан, но и встречаемся в коллективах, слушаем мнение людей и слушаем мнение руководителей. Для депутата важна не только социально-экономическая обстановка в округе, но еще и важна правоприменительная практика. Как те законы, которые мы принимаем, применяются? Развивается ли от этого экономика, регион? Становится ли жизнь наша лучше от тех законов, которые мы принимаем? И если существуют какие-то проблемы, которые не позволяют решить действующее законодательство, то, конечно, мы инициируем изменения таких законов. Но конкретные проблемы людей, решения задач, скажем, качественных дорог или транспортного сообщения, несомненно, вникаем в каждую из проблем, которые озвучиваются избирателями в ходе таких встреч. Очень тесно сотрудничаем с Гомель, обл.автотрансом, и они всегда идут навстречу с позиции, скажем, изменения расписания движения рейсовых автобусов, с позиции увеличения количества маршрутов, удлинения этих маршрутов. Но не всегда, к сожалению, это экономически целесообразно. Существуют социальные стандарты, и, в принципе, на территории Гомельского района и Добрушского они выполняются. Но, сами понимаете, всем нам хочется жить очень хорошо. И, например, последнее обращение было жительнице города Добруша с тем, чтобы был восстановлен существующий ранее железнодорожный маршрут Гомельного-Зыбков. Понятно, что это не очень экономически целесообразно. И решить в рамках одной страны мы это тоже не всегда можем. Поэтому обращение направлено руководству нашей Белорусской железной дороги. И также я разговаривала с моими коллегами, депутатами, которые являются одновременно депутатами союзного парламента, с тем, чтобы и с российскими коллегами эту проблему обсудить. Проблема по автомобильному сообщению по этому маршруту уже решена. И Гомель-Обл-Автотранс связался с своими российскими коллегами. И те, и наши белорусские транспортники идут навстречу. Будет организована и предварительная продажа билетов, и остановка на трассе в районе Добруша, так, как хотели бы вот эти избиратели, которые по этому маршруту пользуются этим маршрутом и ездят в Новозыбков. Вы являетесь заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. Алла Александровна, какую здесь задачу вы для себя видите приоритетной в этой деятельности? В принципе, ведь работа депутата – это прежде всего законотворческая деятельность. Это работа над законопроектами, инициирование и внесение изменений и дополнений. Это обсуждение тех изменений, которые предлагаем мы, либо министерства профильные. И такие обсуждения проходят регулярно на заседаниях рабочих групп, на круглых столах, проводим слушания. Кроме того, очень важна работа с экспертами в том или ином направлении. И, естественно, по профилю нашей комиссии – это вопросы экологии, это вопросы природопользования, то есть использование наших национальных богатств, в недр, земля, вода, лес. И, естественно, последствия, ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вот эти три основные направления. Алла Александровна, мы поинтересовались мнением наших зрителей, гомельчан, о том, как можно улучшить экологическую обстановку и как решать экологические проблемы. Автомобилисты пересаживаются на велосипеды, устанавливать очистные сооружения, людям просто быть, наверное, как-то более аккуратными и любить природу. Чтобы выбросы поменьше было, чтобы машины ездили, чтобы у них иногда, я смотрю, что какой-то черный шлейф дыма за машиной идет. Строго исполнять законы. Поддержание леса в нормальном состоянии, в очистку источных вод. Ну, не сореть, меньше выхлопов в атмосферу. В первую очередь, наверное, правильный отход мусора, разделение по бочкам, чтобы производились. Как было раньше и как сейчас, конечно, несравнимо. Но, во всяком случае, машин было, конечно, может быть, и меньше, типа ваших тех, СО и все прочее. Но трубы дымили больше, хотя бы на том же Сельмаши. Сейчас совершенно другая обстановка. Я вот даже хочу вам так и сказать. Благоустройство у нас очень даже неплохое. Много загрязнений в воздухе. Воздух очень грязный. Надо, ну, вообще не помешало бы как-то уменьшить выхлопные газы машин. Надо заниматься исследованием своей родной природы. Стараться смотреть. Вот, например, в парке есть гнезда. Решать, как помочь птицам, если им нужна будет помощь. Экологическую ситуацию, конечно, ее улучшать надо. Но этим должны не дилетанты заниматься, а специалисты. Вы смотрите «Диалог». Мы работаем в прямом эфире и призываем вас присоединиться к нашей беседе. У нас сегодня в гостях Алла Александровна Наумчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Алла Александровна, Конечно, экологические проблемы, они всегда на слуху. Они очень бурно обсуждаются, потому что в конечном итоге влияют на жизнь каждого из нас непосредственно, на наше здоровье, на наше самочувствие и определяют наше будущее. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, ваши впечатления от того, что вы услышали, как вы оцениваете экологическую культуру, гомельчан? Вы знаете, вот определенная гордость существует за то, что люди искренне и очень профессионально отзываются о том, что надо и любить свою природу, и раздельный сбор мусора. Это как раз те направления, над которыми надо работать. И когда мы говорим, надо повышать экологическую культуру, ну вот она, экологическая культура из этих ответов уже видна. То есть люди небезразличны. И я думаю, что за кадром остались те, то мнение, что все-таки наши населенные пункты, наши города и села становятся краше благодаря тому, что проводится комплекс мероприятий по благоустройству. И благодаря тому, что у нас создана очень действенная система экологического мониторинга в Республике Беларусь, создана соответствующая нормативная база. Это не только законы, но еще и подзаконные акты, перечень норм и нормативов по разным вопросам, касающимся и чистой воды, и чистого воздуха, и качества земли, в общем, качества наших продуктов питания. Поэтому очень приятно было слышать мнение гомельчан. Эту тему мы продолжим, Алла Александровна. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер, Алла Александровна. Я жительница поселка Знамя Труда Новикова Ирина Алексеевна. У нас рядом с поселком при въезде в 150 метрах от жилых домов в 2003 году была организована свалка сельским и луковским советом и к суп тепличным ГОП. Значит, несмотря на запрет Минска, сделали свалку временного хранения мусора. Ну, а значит, когда пришла председатель, новая к нам без дня. Сорвался, к сожалению, звонок. Наберите нас, пожалуйста, еще раз. Я, насколько знаю, свалка, это ликвидировано. Видимо, какое-то продолжение еще должно было быть у этого вопроса. Алла Александровна, ознакома вам эта ситуация? В любом случае, я думаю, что этот вопрос я все равно проконтролирую. Это не мой избирательный округ, поэтому, к сожалению, обращение это ко мне не поступало. Но, тем не менее, все равно я дам ответ нашей телезрительнице по результатам рассмотрения ее обращения. Даже если не удастся вам дозвониться еще раз. Ну, здесь, да, часть, да, часть Гомельского района. Ваш избирательный округ, Гомельский, сельский, да, часть, часть не входит. Но я хочу сказать, что мой коллега, который, вот депутат по именно Улуковскому сельскому совету, Васильков Николай Андреевич, он был начальником управления здравоохранения, и поэтому для него эта тема очень важна. Мы вместе с ним ее рассмотрим, но я вот обещаю вам, что ответ вы получите. И ситуация эта на контроле у Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. После ликвидации этого мини-полигона идут наблюдения экологические за состоянием. Давайте продолжим. Вы говорили о том, что у нас эффективная система экологического мониторинга выстроена. Какие проблемы считаются сейчас первостепенными для того, чтобы в ближайшей перспективе ими заняться экологически? Какие задачи определены? Ну, во-первых, ведется постоянный мониторинг о состоянии окружающей среды. И вот такие несанкционированные свалки, они выявляются службой экологической. И, естественно, существует система административных наказаний виновных. Если не найден конкретно виновный, то лицо, которое осуществляет управление этой территорией, соответственно, не обеспечивало контроль и будет нести наказание. Ну, и сейчас экологические проблемы, ну, вот самые, скажем, такие сезонные – это сжигание сухой травы и листьев, которое приводит к пожарам. Виновники, конечно, в этом мы сами. Вот наше халатное отношение такое, которое мы не можем позволить себе. И когда мы возвращаемся к вопросу об экологической грамотности, мы должны знать, что природа очень хрупкая. И для того, чтобы нам было комфортно в ней, мы должны очень бережно к ней относиться. А штрафы, кстати, за вот это выжигание сухой растительности, они очень большие, потому что нужно возместить вред нанесенной природе. А вред тут очень, может быть, масштабный, в том числе и за уничтожение насекомых и растений, которые в этом огне погибают. Поэтому очень даже странно до сих пор, что еще в 21 веке этим кто-то занимается, кто-то так сильно рискует, выжигая эту дрову, которая ветром подгоняемая, может привести действительно к очень страшным последствиям и к пожарам населенных пунктов в том числе. Скажите, пожалуйста, какие важные нормативные акты в природоохранной деятельности были приняты, рассмотрены в последнее время парламентом? За последнее время внесены изменения и дополнения в Водный кодекс, кодекс о недрах. И также рассматривались в внесении изменений в закон о проведении государственной экологической экспертизы по оценке воздействия на окружающую среду и проведении стратегической экологической экспертизы. Вот стратегическая экологическая экспертиза – это как бы новый термин в законодательство введен, и, естественно, применяется такая процедура в нашей жизни. Она вызвана необходимостью создания, ну, во-первых, техногенное производство, требует при планировании, проектировании крупных производств, прежде всего, вот таких, как атомные станции, требуется проведение такой стратегической экологической, даже трансграничной экспертизы. И поэтому Республика Беларусь свое национальное законодательство увязывает с различными международными конвенциями, участником которых она является. Кроме того, были внесены изменения и дополнения в соответствии с Орхуской конвенцией в ряд законов по участию общественности при обсуждении принятия различных управленческих решений, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. Я не говорю о вредном воздействии, оно просто недопустимо, но если это будет воздействие на окружающую среду, то здесь рассмотрена процедура даже порядка участия общественности и проведения слушаний по проектам, скажем, градостроительным, по развитию местных территорий, по строительству промышленных предприятий, организаций. Какие возможности это дает обществу? Это дает обществу очень большие возможности. У нас очень активно с позицией природоохранной деятельности гражданское общество. У нас существует, скажем, такое общество Охова-Птушек-Батьковщины, Бахна и многие другие, которые принимают непосредственно участие. Зеленый дом в обсуждении всех наших законопроектов. Вот в частности, по последнему законопроекту, о котором я сказала, рассматривали вопросы не просто формы участия. То есть вот как я, как гражданин, могу участвовать? Я узнал, что будет сноситься дерево во дворе, а я не хочу. Как я могу участвовать? Существует процедура, по которой свое мнение можно отправить либо в электронном виде, либо письменно в органы местного управления. И если таких обращений будет много, то могут проводиться либо общественные слушания, это уже по инициативе организованного, скажем, гражданского общества, то есть каких-то общественных объединений или просто коллективы, группы людей с органами местной власти. И они, ну, как бы учитываются. Возвращаясь к дереву, о котором я сказала, будет оно там снесено или нет, по желанию одного конкретного человека сложно сказать. Почему? Потому что решение принимается с учетом комплекса причин. Является ли это дерево аварийным и так далее. Но, в принципе, мнение общественности учитывается всегда. Алла Александровна, скажите, пожалуйста, с чем связаны изменения, которые готовятся в Лесной кодекс Беларуси и в закон о растительном мире? Скажу сразу, что Лесной кодекс, он регламентирует взаимоотношения нашей, человека и леса, или ведение хозяйственной деятельности в лесу, лесным кодексом. А вот хозяйственная деятельность или отношение с древесно-кустарниковой растительностью, я так скажу профессиональным термином. Все наши объекты растительного мира, которые расположены в городах, это наши скверы, аллеи, парки, это просто одиноко стоящие деревья, скажем, растительность древесно-кустарниковой на сельхозугодиях, вот они регламентируются законом о растительном мире. Республикой Беларусь сделан определенный шаг в регламентации лесопользования. Вот в Лесной кодекс внесены серьезные изменения по классификации лесов. Было много групп лесов, которые было очень сложно, скажем, переводить одну категорию леса в другую. Сейчас мы пришли к четырем основным категориям. Это заповедные леса, рекреационные леса, ну и леса общего хозяйственного пользования. И вот это позволяет упростить сам процесс лесопользования и лесоразведения. Но вместе с тем, использование вот этого лесного кодекса и встречи наши непосредственно с представителями Минлесхоз, Министерства лесного хозяйства, вот как раз показали, что существуют определенные проблемы. И слишком зарегламентирован был в законе порядок отведения угодий для вырубок, проведения санитарных вырубок, ухода за лесными насаждениями. Ну и с учетом мнения специалистов мы вносим конкретные изменения. Говоря о экологических проблемах в Беларуси, мы, конечно, не можем не учитывать и то наследие, которое оставила нам Чернобыльская авария. И даже спустя 30 лет это все равно важно и влияет на нашу жизнь в преддверии очередной годовщины. Чернобыльской аварии. Принято оценивать результаты той масштабной работы, которая была проведена, по минимизации ее последствий, ее влияния на жизнь пострадавших районов. Скажите, пожалуйста, какие сегодня задачи в развитии пострадавших территорий являются приоритетными с точки зрения государства и куда направляется государственная поддержка? 30 лет, 32 года прошло со дня страшной Чернобыльской аварии. Она по своим масштабам катастрофа мирового, как бы, такого уровня. И это не только экологическая, экономическая, но еще и социально-психологическая катастрофа. Потому что враг был уникален, враг был незаметен, враг был как бы везде вокруг. И, вы знаете, я помню то время, мы говорим сейчас в преддверии, завтра день такой скорби наш, день, который мы отмечаем, день Чернобыльской катастрофы. Я помню то время, когда наша прекрасная земля, только проснувшись от зимнего сна, с зеленой травкой, с яркими одуванчиками, и дети, которым мы не разрешали играть в песочнице, не разрешали дотрагиваться до цветов, мы боялись всего. Вот природа, которую мы любим, она стала агрессивна. Ее нельзя... Она была, ну вот, опасностью для человека. Это очень страшно. Это мы должны помнить и знать. И поэтому даже 32 года спустя, а специалисты утверждают, что период полураспада 30 лет, и говорят, что природа очень много сделала уже сама ослабе впоследствии Чернобыльской аварии. Но мы должны помнить и знать, что это страшная катастрофа. И государственная программа, конкретная, направленная на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор принимается в бюджете. До сих пор мы ее отстаиваем не только в нашем национальном бюджете, но и в рамках бюджета союзного государства России и Белоруссии. И основное направление средств, это, конечно, на оздоровление детей, на обеспечение бесплатного школьного питания в районах пострадавших от аварии. Это проведение диспансеризации сплошной населения. И, вы знаете, это дает свои результаты. То есть вот беда учит нас. Первое, чему она учит, какой прекрасной является наша земля и такое щемящее чувство любви к родине возникает особенно, когда посещаешь отселенные территории. И какое золото мы потеряли в связи с тем, что пока нельзя использовать эти земли и даже просто находиться и любоваться природой там. Но вместе с тем основные направления, это еще и проведение научных изысканий по радионуклидам, которые имеют более длительный период распада. И обязательно проведение мониторинга на этих территориях. Алла Александровна, накануне наши корреспонденты побывали в Наравлянском районе и поинтересовались, как там идут дела. Давайте посмотрим сюжет. Этот почти шестиметровый дубовый крест в отселенной деревне Гридни появился совсем недавно. Говорят, что его поставил один из бывших сельчан, проживающий сегодня в Гродненской области. Почти три постчернобыльских десятилетия так и не приглушили боль у тех, кто вынужден был навсегда покинуть свою малую родину. На установленном в Наровле памятнике отселенным деревням название 36 населенных пунктов, которые навсегда исчезли с карты района. Белая сорока, Смолигавская родня, Осиповка, Радамля. В основании памятника в 2016 году ликвидаторы заложили капсулу потомкам. Ее вскроют на 60-летие Чернобыльской катастрофы. Сохранение памяти об отселенных деревнях для многих жителей района в принципе стало одним из жизненных приоритетов. После аварии сотрудники Наравлянского музея этнографии и народных ремесел провели десятки экспедиций. Заходили буквально в каждый покинутый хозяевами дом и собирали все, что заслуживало внимания. В результате удалось не просто сохранить настоящие артефакты, а целый пласт самобытной народной культуры. После прохождения обязательной дезактивации многие экспонаты сегодня выставлены в залах музея. Причем их сбор продолжается и сегодня, но уже по другой схеме. Наравлянский музей имеет свою страничку в Одноклассниках, через которую активно общается с бывшими жителями района и их потомками. Прежде всего мы делали упор на иконопись, народную школу иконописи, потому что она интересна и для музейных работников, она интересна и для частных коллекционеров. Бесспорно, народная школа живописи. И такой вид, как ткачество, вышивка, деревни Наравлянского района, в которых мы были в экспедициях, к примеру, Дерновичи, Тешков, это целые деревни мастеров. Сегодня в Наравлянском районе помнят свое прошлое, однако живут настоящим и озвучивают планы на будущее. Нынешнее акционерное общество «Красный Мазырянин» свою историю отчитывает с 1913 года. После Великой Отечественной войны фабрику восстановили. В 1991-м провели реконструкцию, закончившуюся созданием, по сути, нового производства. Сегодня здесь говорят о дальнейшем развитии и демонстрируют открытую около двух лет назад современную линию по производству пастилы. Основную часть средств выделил областной бюджет. На сегодняшний день расположенное в Наравле предприятие является основным производителем пастилы на территории Республики Беларусь. Это универсальная линия, которая производит не только пастилу, но и трехслойный мармелад и суфлейные конфеты. Производство этой линии дало нам то, что 11 человек – новые рабочие места, импортозамещение, ну и новые виды пастилы. Она экспортируется в Российскую Федерацию, в Израиль, в Польшу, в Америку. С модернизацией Красного Мазырянина и как итог его все более активным выходом на внутренний и внешний рынки в Наравлянском районе связывают планы по дальнейшему развитию территории. Не меньшее внимание здесь планируют уделять и развитию частных инициатив. Уже сегодня негосударственный сектор оказывает широкий спектр услуг. Однако его потенциал еще далеко не исчерпан. Сохранение рабочих мест и развитие дальнейших предприятий, которые сегодня существуют на территории Наравлянского района. Расширение продукции той же фабрики Красного Мазырянина, расширение ее предложения на рынке Республики Беларусь, на внешних рынках. Плюс, если взять завод гидроаппаратуры, это машиностроительный завод, он сегодня 96% завязан на холдинг МТЗ. Вместе с тем, там можно развивать другие направления, которые будут не в рамках холдинга. Ну и, наверное, главное направление вообще развития Наравлянского района – это предоставление услуг. Предоставление услуг, в первую очередь, каких? Это туристических. Сегодня здесь активно развита так и охота, и рыболовство. Самое главное – есть люди, которые, скажем так, идейные, самобытные, которые могут представлять и рекламировать Наравлянский район не в части беды, а со стороны достоинств его. Мы продолжаем диалог Аллы Наумчик, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы. Сегодня у нас в гостях. Алла Александровна, конечно, изменения, произошедшие и в Наравлянском, и в других пострадавших от этой аварии районах, они очевидны. И в то же время еще, конечно же, есть резервы для того, чтобы работу продолжать. Скажите, пожалуйста, что еще предстоит, на ваш взгляд, для того, чтобы жизнь на этих территориях стала более качественной? Ну, во-первых, вот очень замечательный сюжет и любовь, крест, который воздвиг тот, кто родился на своей малой родине. Вы знаете, у меня такая ассоциация была, Петр Первый, когда он выжил после бури на море, он еще был очень молодым царем, но он лично нес на плечах крест, чтобы воздвигнуть его на берегу моря, на месте, где совершилось его чудесное спасение. Так и здесь, как место памяти родной земле, это одна часть. И вот эта духовность и любовь, она многое делает, если мы любим дело, которым мы служим, и родную землю, на которой мы живем. Но кроме этого, конечно, это развитие предпринимательства, потому что крупные предприятия, крупное производство в малых населенных пунктах не всегда экономически целесообразно развивать. А вот такие, как развитие туризма, экотуризма, тем более в пострадавших районах, это будет, ну, можно научные какие-то изыскания, исследования проводить. Это тоже вполне, ну, как резерв, что ли, для развития этих территорий. Спасибо большое. Есть вопросы, которые пришли на Вайбер, давайте коротко их рассмотрим. Большая проблема малых деревень, плохие дороги. В сельсовете нет денег, а население в основном старики. Куда обращаться, если после сильного дождя ко двору не может проехать машина скорой помощи? Посоветуйте, пожалуйста, как можно решать, если действительно ситуация такая плачевная? Значит, по дорогам у нас, они разделены по своей собственности. Если это дороги по направлению к населенным пунктам, они в ведении облдорстроя. Если это по территории населенного пункта, то это районы ЖКХ. Обращаться нужно в районный исполком, можно к депутату и по конкретному населенному пункту будет приниматься конкретное решение. В деревне много бродячих собак, крадут птицу, потрошат пакеты с мусором и не знаешь, чем может закончиться очередная встреча с ними, у кого просить помощи? Здесь создана специальная служба жилищно-коммунального хозяйства в рамках ЖКХ. Они занимаются отловом бродячих собак и я думаю, что заявки эти будут выполняться. Поэтому, если нужна помощь депутата, то тоже, пожалуйста, обращайтесь, проконтролируем и запрос соответствующий направим тем, кто этим занимается. Хотелось бы, конечно, только, чтобы собаки на улице не оказывались по вине их хозяев или дачников, которые берут щенка. И бросают. Да, сезон с ним забавляются, а потом он остается на этой даче, предоставленный сам себе. Да, а потом мы не знаем, кто бы нас от этого спас. Дачники не утруждают себя и выбрасывают свой мусор вокруг населенных пунктов. Каким вы видите решение этой проблемы в масштабах района? Вот о штрафах мы говорили. Ну вот он пример малой родины. Малая родина это город Гомель, в котором живешь, или дача, на которую ты приехал отдохнуть. И ты приехал на природу и агрессивно по отношению к этой природе привез мусор и бросил. Поэтому, уважаемые дачники, я вас призываю, не бросайте мусор на дачах. Существует в кооперативах обязанность устанавливать контейнеры для сбора мусора. И председатели кооперативов тоже обязаны осуществлять вывоз этого мусора. Поэтому я считаю, что здесь нужны только административные меры наказания для и кооператива, но и для виновных. Ну и думаю, что со временем, надеюсь, что в быстром времени, это все-таки нас научат. И штрафы научат относиться бережно, если уж не к природе, то к своему бюджету. Алла Александровна, как вы планируете провести день 26 апреля, день 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС? Традиционно депутаты, ну и в принципе представители общественности возлагают цветы к траурным мемориалам. Но вот в этот день у меня будет интересный информационный час со школьниками Уридской школы. Я очень рада тому, что в Гомельском избирательном округе очень хорошие школы, все школы, каждая школа уникальна по-своему. Вот Уридская средняя школа, она уникальна тем, что у нее есть связь с Русским музеем Санкт-Петербурга. Они с ними выходят на прямую связь, они получают там дипломы. И вот встреча с ними для меня всегда праздник. Будете рассказывать о Чернобыле? Да, к сожалению, да. Это нужно знать, и это нужно знать молодежи. Спасибо большое за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Алла Наумчик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!